Чаще всего улицам дают имена известных, выдающихся людей, которые внесли свой вклад в развитие истории нашего общества. Среди них писатели, художники, путешественники, государственные деятели. И, конечно же, есть множество улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Но, как часто случается так, что мы много лет живем на родной улице, упоминаем ее при знакомствах, на работе или по дороге домой в такси, но совершенно не представляем, какая история может скрываться за ее названием. Чтобы почтить память и знать о тех, благодаря кому мы живем в мирное время, в Казани был запущен социальный проект «Машрутами героев». Благодаря этому проекту жители Казани узнают о героях Великой Отечественной войны в вековечных названиях улиц и остановок. Для этого будут транслироваться аудиосообщения в общественном транспорте. Это будут улицы Абсалямова, Адели, Кутуи, Карбышева, Лаврентьева и многие другие, всего 33 улицы. Идея проекта принадлежит заместителю директора по воспитательной и социальной работе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Екатерине Панковой. Для меня это личная история, потому что я живу на улице Халева и даже до какого-то времени я не знала в честь кого названа эта улица, хотя это улица, которая названа героем Великой Отечественной войны. И на самом деле, изучая этот вопрос, я поняла, что в Казани очень много улиц, названных героями Советского Союза, героями Великой Отечественной войны, и мне захотелось создать такой какой-то просвещенческий, патриотический проект, который позволил бы жителям нашего города узнать о героях, увековеченных в названиях улиц и остановок города Казани. В настоящее время в Казани именами участников Великой Отечественной войны названы более 70 улиц. Благодаря коротким аудиосообщениям в общественном транспорте длиной в одну минуту жители города смогут узнать о судьбе и подвигах героев. Когда автобус подъезжает к остановке, идет запись, трансляция на русском языке. Как только автобус уезжает от остановки, запись идет на татарском языке. То есть полная у нас трансляция русский и татарский язык. В роли дикторов выступили студенты и сотрудники Казанского федерального университета. Также они активно участвовали в поиске необходимой информации, написании текстов, обработке и монтаже записей. Безусловно, я благодарна. Я очень счастлива подчасти в этом проекте. Спасибо институту за то, что позволил мне поучаствовать. Это здорово, это хорошая идея. На самом деле это очень важный и серьезный проект для меня. И я очень рад принять в нем участие. Так как благодаря этому проекту мы просвещаем наше население о том, что та улица, возможно, мимо которой они проезжают каждый день, на которой они живут, это улица, названа в честь великого героя, чей подвиг помог в одном из главных достижений нашего народа. Это в победе в Великой Отечественной войне. Проект, на самом деле, действительно стоящий, я считаю, очень важный. Я рассказывала о таких, обдающихся личностях, как Евгений Завойский, Василий Халев и Татар Михайлович Гаврилов. Комитет по транспорту исполкома города Казань поддержал инициативу. Аудиозаписи будут звучать на 56 автобусных, 4 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутах. Планируется с 1 июня запустить его уже в общественном транспорте. То есть, на данный момент мы занимались подготовительной работой для того, чтобы без каких-либо проблем технических все это было транслировано в общественном транспорте. Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.